После того, как имам Шафи, Мухаммад бин Идрис, рахмахуллах, вернулся из Ирака, вернулся в Медину, предложил ему имам Малик быть муфтием в Медине, за место него давать проводить уроки, на что он отказался, сказал, я не сяду на твое место, пока полностью не возьму знания Ирака. Тогда уже на тот период имам Малик умер, и не было у него денег, чтобы поехать опять в Ирак. Тогда один из его родственников предложил ему поехать на работу в Йемен, подзаработать денег и на эти деньги поехать в Ирак, для того, чтобы брать знания. Туда он поехал, работал, брал некие другие также знания, изучал некие секты, чтобы проводить с ними диспуты. Также он брал знания физиогномии, то есть, например, когда человек смотрит на какого-то человека и что-то о нем говорит, то есть брал некие такие знания. Но, однако, имам Шафи видел, смотрел, что это как бы не является обязательным знанием, и то, что в нем есть некие ошибки. Все равно, когда берешь знания, хотел проверить, присмотрел на одного человека, видишь, что у него какие-то качества были нехорошие, неположительные. Тогда постучал, он думал, дай я его проверю. Постучал ему в дверь, говорит, хочу, чтобы ты меня принял у себя в гостях. Тогда, говорит, он меня принял у себя в гостях, накормил меня, дал мне холодную воду, спросил, хочешь спать? На что имам Шафи сказал, да. Растил неделю на меня постель, потом дал мне еще более лучшую комнату. На следующее утро он накормил меня, приготовил мне завтрак. Говорит, я всю ночь не спал, думал, ошибся я, не нужно брать мне эти знания. Для чего я их брал? Когда он уже уходил, он его поблагодарил. Спасибо тебе за гостеприимство. Я Мухаммад бин Идрис, если придешь в Медину, найдешь меня там. Тогда он ему говорит, ты меня знаешь, то есть ты мой близкий друг. Говорит, нет. Знаешь, мы у отца. Говорит, нет. Я что, говорит, слуга у твоего отца? Говорит, нет. Тогда заплати мне за то, что я тебе предоставил. В первую очередь, за то, что ты зашел в мой дом, заплати мне 4 дирхама. За то, что я тебе дал холодную воду, 3 дирхама. За то, что я тебе дал комнату, 6 дирхамов. За то, что я тебе дал потом более большую комнату, 10 дирхамов. Имам Шафия, рахмаллах, говорит, я дал ему все, заплатил, еще сверху дал три дирхама и сказал, аль-хамду лилля, то, что я не ошибся, эти знания еще, оказывается, существуют. И они сидели с своим учителем по этим знаниям, и зашел один человек. И тогда его учитель сказал, что иннаху наджар, он, говорит, плотник. Имам Шафия, рахмаллах, сказал, араху хаят, я думаю, что он портной. Потом у него спросили, кто ты, плотник или портной, на что он ответил, кунту наджаран, валь-эн ана хаят. Я был плотником, а сейчас я портной. То есть оба они сказали правду. Там у него случилась проблема в Йемене. Был правитель, был такой правитель, который притеснял людей, и он ему делал всегда наставление. Он ему делал наставление, однако правителю не понравилось это наставление. На сегодняшний день тоже, когда человеку делаешь какое-то наставление ради Аллаха, опять же, не переходя на личности, когда ты хочешь сделать насыхат, есть две категории людей, которые принимают это. Есть такая категория, которая не любит, когда им что-то. Брат ради Аллаха наедине, правильно, с долинем дает наставление. Это одно из качеств лицемеров, одно из качеств неверующих людей. Аллах в Коране говорит, обращаясь к неверующим, сказал, вы не любите, когда вам делают наставление. Однако наставление не должно быть, когда ты хочешь что-то сделать. Делать наставление перед людьми или переходить на личности, обругать. Если у тебя есть, во-первых, должен быть Ильм, как сказал имам Шафи, перед тем, как что-то сказать и сделать, должно быть знание, Далиль, доказательство наедине. Ты ему же должен сделать какое-то наставление. И ему не понравилось. Тогда были такие люди, это во время правления Гаруна Рашид. Гаруна Рашид у них как база вот эта была в Ираке. Были другие люди, которые хотели сделать переворот в государстве. И тогда правительство Йемена собрало этих людей, и среди них имама Шафи. И отправили их кандалы, ручники им надели, и отправили их в Ирак. Однако имам Шафи для чего пришел в Йемен? Для того, чтобы заработать и на эти деньги поехать в Ирак. Его отправляют в Ирак. Когда привели к Харуну Рашиду, Харуну Рашиду каждому по отдельности обращается, говорит, Ты хотел, чтобы сделать переворот. Ты хотел выступить против правителя. На что как бы у никого не было никакого ответа. И каждого он казнил. Рядом с ним был Мухаммад Ищебани. Когда дошла имам Шафи, говорит, я был десятом. Девять человек был, я был десятом. И когда дошла очередь до меня, обратился ко мне Харуна Рашид и сказал, Ты хотел сделать переворот, чтобы люди восстали против меня. На что имам Шафи, у него был далиль. И сделали ему зульм, притеснили его. Он отвечает, Выслушай меня больше, чем я буду слушать тебя. То есть ты не дал тем людям, ты их не выслушал, выслушай меня. Ты сможешь выйти против меня, я не смогу. То есть у тебя есть меч, у меня ничего нет. И тот, кто сидит от тебя с правой стороны, Мухаммад Ищебани, он меня очень хорошо знает. Потому что имам Шафи приходил к нему, брал у него знания. И тогда Харуна Рашид повернулся к нему, Мухаммад Ищебани, к Кадою Ирака, и спросил у него, Ты его знаешь? Посмотрите, опять же, богобоязнь ученых. Он мог что сказать? Он мог сказать, я его не знаю. Мог сказать, я знаю, но он заслуживает то, что заслуживает. Однако Мухаммад Ищебани сказал при имаме Шафи, Я прошу Аллаха, чтобы этот человек был самым знающим на земле, если уже он не является таковым. То есть такую оценку ему дал. Тогда Харуна Рашид сказал, какие знания ты знаешь? Он говорит, я знаю Кур'ан. Знаю Кур'ан. Аяты, которые Аллах не спасал днем, которые ночью, Миканский, Мединский, все знаю, Тафсир знаю. После этого он ему начал, что еще знаешь? Хадисы знаю. Он говорит, спрашивай сам. Хадисы знаешь? Знаю хадисы, знаю цепочку от кого, передатчиков, все знаю. Что еще знаешь? Ансаб, родословно. Он говорит, ты знаешь знания родословные? На что он сказал, Я знаю свою родословную, знаю твою родословную, знаю родословно того, кто сидит справа от тебя и всех девятерых, которые ты казнил. Он сказал, Кто ты? Он ответил, Смотрите, как подошел. Я твой племянник. Я сын твоего дяди. Почему? Потому что Харуна Рашид был из аббаситов. Имам Шафи был из курашитов. Они родственники, двоюродные братья. Тогда он еще начал перечислять, знаю астрологию, Ильмун-Нуджум. Тогда Харуна Рашид сказал, Ты умеешь ли? Мало сейчас из таких имамов, шейхов, ученых, которые могут хорошо делать, то есть давать проповеди, которые могут сделать наставление. Сможешь ли ты мне сделать наставление? Он сказал, Да, смогу. И сказал, что я рассказал ему то наставление, которое слышал от Пауса в Йемене, когда был. Когда я ему рассказал это, Харуна Рашид встал со своего кресла, перед всеми людьми поцеловал в голову имам Шафи, и дал ему 50 тысяч дирхамов. Имам Шафи не нуждался в этом. Ученые говорят, что он перед тем, как забрал все, он уже прибыл в Ирак, он все эти деньги раздал, садака, раздал на пути Аллаха, купил себе там жилье, женился. Аллах дал ему двух детей. Было ему 36 лет в это время. Также он начал писать книги. Написал книгу Ар-Рисаля. В течение 9 лет написал книгу Ар-Рисаля. Там он полностью собрал уссуль фикх. То есть правила. Первый, кто написал в области знания уссуль фикх, знания по фикху. Ученые говорят про эту книгу. Я читал эту книгу Ар-Рисаля больше, чем 100 раз. И с каждым разом, когда я читаю эту книгу, я беру для себя какую-то пользу. Потом ездил между Меккой, между Ираком. После этого, когда ему было 50 лет, обратился к своему ученику Рабиа. Он говорит, где мы еще не были у Рабиа? Тогда он сказал, осталось Египет и Индия. Тогда он говорит, поедем в Египет. Поехал в Египет, там пробыл два года, написал 140 книг. Из этих книг он написал Китаб-эль-Ум, известная книга, где он разъяснял книгу Ар-Рисаля. Сидел у друга, имам Малика, Абдулла бин Хакам. Тогда Абдулла бин Хакам дал ему место, где бы он проводил уроки в мечети Амр-бин Аз. Это большая мечеть в Египте. Сказано, что он в трех больших мечетях давал уроки. В мечети Аль-Харам в Мекке, в мечети в Египте Амр-бин Аз и в Ираке. Он был очень щедрым человеком. Самое большее, чего он боялся, когда его спросили, чего ты боишься в этой жизни? Самое, чего для меня сложно, это когда кто-то мне обратится, что-то попросит, а этого у меня нет. То есть мне придется ему отказать. Это самое тяжкое для меня. Также он давал уроки в мечети. После утреннего намаза оставался в мечети, до обеденного намаза. То есть заходили люди, которые брали знания Кур'ана, они уходили. Другие заходили, брали хадисы, другие заходили фикх, потом арабский язык. Вот так вот он распространял знания. Каждый человек в этой жизни не вечен. И он заболел, имам Шафия, у него была болезнь Бауасир, то есть болезнь геморроя была. Тяжело ему было передвигаться. И тогда Рабия сказал, осталась еще Индия. Он сказал, если бы у меня еще было бы здоровье, мы бы посетили и Индию. Ученый говорит, клянусь Аллахом, если бы он еще поехал в Индию, тогда мы бы установили бы обязательным его мазхаб на этой земле. Но однако Аллах, субхану Талли, пожелал, чтобы в этой умме были разногласия. Это сунна Талькауния, это сунна Аллаха, субхану Талли. То, что среди людей есть разногласия. Аллах, субхану Талли, в Кур'ане говорит, люди, они разногласят. Разногласия есть в областях фикха, в области этих вопросов богословия, это нормальное разогласие. Как имам Али, Радаллаху Аниу, сказал, если не было бы разногласия среди людей, они бы скомканно жили бы. Поэтому человек, отсюда какой должен брать себе урок, уважаемые братья? Если он видит какой-то вопрос в области фикха, у него есть на это далиль, у его брата есть далиль тоже в области фикха, они не должны между собой ругаться. Один брат не должен свое мнение навязывать другому. Поэтому нужно смотреть более широко на эти вопросы. Есть разногласия, есть ихтилев в этих вопросах. После чего он заболел, он говорит, я больше не смогу пойти. Однако перед этим еще он попросил, чтобы его отвезли в Александрию, в Искандарии. Там тогда была харп, была битва между мусульманами и римлянами. Он сказал, я буду стоять на посту. То есть как я отдал свою жизнь в области знаний, так же я хочу именно стоять на посту во время войны. После чего его ученик Рабиа увидел сон. Увидел сон, как будто умер Адам, алейхиссалям, пророк Адам. И пошел к тем, которые дают тавсиры по снам. И рассказал ему этот сон. Он сказал, сайямуту а'алямуннася то есть этот сон твой указывает на то, что умрет самый знающий человек на этой земле. Тогда он говорит, а какой же долель на это? Как ты решил? Потому что Аллах в Коране сказал, Аллах обучил Адама всем именам, всем знаниям. Однако, если ты увидел, что Адам алейхиссалям умер, значит, какой-то ученый умрет, самый ученый. И тогда я посмотрел, что нет более ученого, чем имама Шафия. Пришел я к имаму Шафия, рассказывает его ученик, и спросил его, как ты себя чувствуешь? Он говорит, я себя чувствую слабым. Тогда он заплакал, его ученик, и начал делать дуа. О, Аллах, дай силы слабому. Но, однако, если посмотреть, то есть, он так сказал, выразился, как будто, о, Аллах, усиль слабость. И тут же, с точки зрения, грамматики арабский, имам Шафия поправляет его. Для того, чтобы поднять его настроение, чтобы он не плакал. Ты против меня сделал дуа. Если Аллах усилит слабость, я умру. Он тогда улыбнулся, его ученик, и он же сказал, прочитай Кур'ан. Тогда он говорит, что мне читать? И начал вот эти аяты читать. Из сурата Аль-Имран имам Шафия начал плакать. Тогда он сказал, остался один человек, которым между мной и им есть кое-какое взаимонепонимание. Из учеников имам Малик. Скажи ему, что имам Шафия просит, чтобы ты за него делал дуа. Он говорит, сейчас ты уже умираешь, давай я буду с тобой. Нет, иди. Я хочу, чтобы он простил меня, если что-то не так. После этого он пришел к нему, рассказал, он его как бы сделал, за него дуа, вернулся к нему. Он сказал, что он за тебя сделал дуа. И тогда имам Шафия обрадовался. После этого он сказал, «Аллахумма лакал-хамд, кад жама'та би-хазихи л-умма, ашхаду, а ла-иляха илля Аллах, и ашхаду, ана Мухаммадин, абдуху и Расулю». О, Аллах, тебя одного я благодарю, через меня ты собрал эту умму, собрал эту общину, между двумя мадхабами. Я свидетельствую, что нету божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад, раб и посланник Аллаха, умер в 204 году по хиджри, похоронен в Египте во второй половине в второй половине месяца Шадана. Говорят, что когда он умер, в это время все мусульмане на земле расстроились. И что не было такого за этот век, во втором веке по хиджри, чтобы кто-то расстраивался больше, чем потери имама Шафия, рахмаху Аллах, рахмата васиа, аقول ума тасмахун, астагфир الله ле, в лакум, влесайр المؤمنين, в куль дзенбе, фастагфируху, инна ху, в гфуру рахим, الجواد الكريм, السميع الدعاء.